Старт строительства научно-производственного предприятия был дан три года назад. И вот теперь гости уже осматривают светлые просторные цеха современной производственной мощности. В Брянском районе начали делать нефтегазовое и энергетическое оборудование, импортозамещение, слово, которое звучит здесь очень часто. Завод мы проектировали сами, все металлоконструкции изготавливали сами. Все наше, все отечественное, никакого импорта у нас здесь не применяется. На заводе на сегодняшний момент у нас уже трудится 320 человек. По проекту у нас заложено 400 рабочих мест и до конца года мы выйдем на полную производственную мощность с полным штатом. Сейчас у нас еще 400 человек. Мы работаем со всеми крупными поставщиками напрямую. Сколько, скажем, за полгода уже? За полгода мы уже именно отгрузили и реализовали продукцию более чем на 2 миллиарда рублей, что можно просмотреть по всей налоговой декларации. Основной заказчик продукции – ПАО «Газпром». И у нас на сегодняшний момент есть контракты, которые даже с поставками, включая конец 2025 года. Участниками торжественного открытия производственной линии завода стали в том числе генеральный директор «Газпром» «Трансгаз Москва» Александр Бабаков и член правления ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко. Наши земляки. Промышленность нашей Брянской области, она динамично развивается. И мы по итогам шести месяцев этого года заняли седьмое место в России по индексу промышленного производства. А учитывая то, что предыдущие годы, а за предыдущие годы Брянская область почти удвоила по промышленности, конечно, это дорогого стоит. Дорогого стоит, что наши промышленные предприятия, которые работают, которые выпускают продукцию, они движутся в правильном направлении, в производстве. Ну и, конечно, данный завод, он тоже внес в свою лепту повышение конкурентоспособности нашей промышленности на нашем российском рынке. Знаете, дорогие друзья, вот сегодня здесь вместе с нами присутствуют уважаемые люди, министр спорта Олег Васильевич, председатель, президент самбо России, европейского самбо, Сергей Вадимович Елисеев, наш прославленный вратарь, хоккеист, лучший хоккеист 20 века, Максим Александрович Третьяк. И вот когда, казалось бы, при чем здесь спорт и производство, а мы сегодня еще открыли уже дворец единоборств Брянской, сейчас откроем ледовый дворец, но без производства спорта не будет. Если нет производства, спорта нет. Мы за последние 4 года, мы построили, ввели в эксплуатацию 72 спортивных объекта, только 8, 8 ледовых дворцов, 8 бассейнов, 21 футбольное поле. А почему? Потому что успешно работает наша экономика, мы даже в это время, по итогам 6 месяцев, мы проросли по доходам на 5 миллиардов рублей. А у всего, если взять за последние 7 лет, то собственные доходы в Брянской области выросли более чем в 2 раза. Это показатель работы нашей экономики. И сегодня мы еще видим одно современное производство, которое успешно работает на Брянской земле. Это предприятие решает очень важную, поставленную президентом задачу. Это газификация нашей страны, социальная газификация, то, что сегодня, и до газификации, то, что сегодня мы должны сделать. И нашей партии, партия «Единая Россия», есть такой проект, в котором мы тоже участвуем вместе с ПАО «Газпром», чтобы наши люди получили газ. Без вашего оборудования, которое направлено в целом на решение всей этой системы, конечно, это невозможно. И вы сегодня даете пример, пример, вот мы сейчас обсуждали, по большому счету, современного государственного частного предприятия, которое имеет заказ государственный, которое выполнено с частником при финансировании и зафинансировании предприятия, по большому счету, государственного ПАО «Газпром», и решать будете государственную социальную задачу. Я называю это мероприятие не открытие, но рождение завода. Поверьте мне, вот за мою 33-летнюю производственную деятельность ПАО «Газпром» я впервые участвую в рождении завода, который, по сути дела, построился с нуля. Когда я вижу на предприятии «Газпрома» клеймо, не побоюсь этого слова, сделано на Брянщине, я горжусь. Вся продукция была поставлена своевременно, с отличным качеством и с высочайшим уровнем автоматизации. Торжественный момент – официальный запуск производственной линии завода. Три, два, один, запускаем! Высокотехнологичная продукция, выстроенная система контроля, а для сотрудников – достойная зарплата и расширенный соцпакет. Гостей интересовало все в работе нового предприятия. Там у нас столовая, в которой мы бесплатно кормим абсолютно всех сотрудников людей. И на этих автобусах привозим? И на этих автобусах привозим. Это наш парк тралов, там стоят полуприцепы, на которых мы осуществляем поставку по всей России своего оборудования. Независимость от внешних факторов – это то, к чему стремятся сегодня на наших предприятиях и в полной мере реализовано на новом Брянском заводе. Наталья Будник, Дмитрий Матеров, Анатолий Чикрыгин. События. Брянский район.